Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы прекрасно знаем, в Вове куча достижений. И награды за них реально разные, и степень их получения абсолютно разная. Например, получите 10 уровень, ачиво довольно-таки лёгкое. Получите 70 уровень, ну, к этому уже нужно приложить немножко времени. А убить мифическую Рошагет, ой, да это вообще нужна уйма времени. Или, например, получение Глазиатора. Конечно, разные достижения, разная степень награды. Все это прекрасно понимают. Но всё же есть достижения, которые нужно просто сделать для роста очков достижений. И чем больше у тебя очков достижений, тем как-то увереннее ты чувствуешь себя в этой игре. Как-то получше становится. То есть, вот, например, на текущий момент хочу просто-напросто с вами радостью своей поделиться. То, что, да, получено 40 тысяч очков достижений. Это очень хорошая цифра, внушительная в рамках Dragonflight. Если вы плюс-минус хотя бы следите за моей деятельностью, заходите на стримы, заходите в другие соцсети, то увидите, да, то, что я периодически занимаюсь ачивами. В Дискорде своём людей мотивировал делать ачивы вместе со мной. Люди делали ачивы вместе со мной, за что я им благодарен. Ну и они в целом всё вылутывали абсолютно. До старта Dragonflight у меня не было сделано 25 ачивок. На текущий момент их не сделано 76. Что ж, ещё есть куда расти. Ещё нужно там и гладиатора получить, и славу героя сделать в подземельях актуальных Dragonflight. Как говорится, есть чем заняться. Но PvP-вкладка, наверное, самая последняя, чем я буду заниматься, потому что PvE идёт первостепенная. Дэна убита, теперь идёт освоение Рошагет. Сегодня будем пулить, и довольно-таки скоро, надеюсь, тут всё будет полностью закрыто во вкладке рейдов Dragonflight. Это круто, потому что некоторые люди, которые, например, даже раньше, чем я, получили 40 тысяч очков достижений, у них нет прогресса в рейдах. То есть, например, у них есть слава герою, но нет рейдового прогресса. А я просто уже вылутываю постепенно очки и очки с рейдов, что довольно-таки приятно и не может не радовать. Цифра реально внушительная, но я уверен в том, что если у кого-то проснётся вдруг внезапное желание поделать очки достижений, то вы с лёгкостью можете всё это реализовать. Просто некоторые достижения в вове, они идут на изнурение, скажем так, что некоторые достижения нужно делать раз в день. То есть, там, в определённый день подойти с кем-то мобом, провзаимодействовать или сделать определённое количество определённых локалок. В общем, нужно внимательнее к этому относиться и нужно очень-очень много различного фарма иметь. И, разумеется, конечно же, что я не устану повторять, для выполнения ачивок нужен хороший гир. Потому что, как вы планируете делать по нормальному слава героя, не имея, например, адекватного этом левела? Ну, в адекватном хорошем этом левеле это всё намного легче. Согласитесь? Я думаю, да. Убийство эпохальных боссов? Да, конечно, это всё можно и потом реализовать. Но в тот момент, когда вы, например, соло пойдёте убивать, актуальный рейд текущего дополнения, да, хранилища воплощений, то есть это там произойдёт через некоторое время и уже будет другой актуальный рейд. То есть, а как его крыть, да, вопрос довольно-таки интересный. В общем, какая-то такая мысль. Что могу посоветовать? Одевайтесь, играйте, наслаждайтесь игрой, либо выполняйте просто те ачивы, которые вам хочется. Потому что, как я уже сказал ранее, только за определённые достижения дают определённые звания. Хотите себе звание легенда? Пожалуйста. Пвп, где у нас тут соло суматоха имеется вообще в принципе? Нужно, наверное, открыть арены. И тут оно будет в конце. Да, пожалуйста. Звание легенда, дерзайте. То есть, если вы знаток пвпшного дела, то почему бы и нет? В любом случае, желаю вам успехов в любых ваших начинаниях по достижениям. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До окончания розыгрыша осталась неделя. До скорого!